Вот так проходит контрольное мероприятие по соблюдению масочного режима и социальной дистанции на остановке возле автовокзала «Центральная» на Московском шоссе. Сейчас мы видим, как сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани проводят проверку наличия средств индивидуальной защиты у граждан. По словам участников рейдов, подавляющее большинство людей с пониманием относятся к проводимым мероприятиям. Однако не все согласились надевать маски. В отношении трех граждан были составлены протоколы, которые переданы в суд. Больше 30 человек получили предупреждение. И все же многие с пониманием отнеслись к действующим мерам. Я к этому отношусь положительно. Я месяц назад муж похоронила. Так что вот он был противник масок. А я всегда в маске. Ну просто нужно думать еще о родственниках, потому что многие живут с людьми преклонного возраста, которых можно заразить, которые могут тяжело приносить болезни. Часто люди не осознают необходимость соблюдения масочного режима на остановках общественного транспорта. Ведь это открытое пространство. Однако остановка считается общественным местом. Здесь сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в час пик. Поэтому риск заражения возрастает. Не все относятся к этому с пониманием. Во время съемки женщина отказалась надевать маску, несмотря на то, что она была у нее в руках. Сотрудники ГОИЧС начали заполнять протокол об административном нарушении. В отношении женщины составляется протокол 20.6.1 КОПРФ. Значит, она не исполнила законные требования и отказалась одеть защитные средства в виде маски. Данные материалы будут направлены в Московский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу. В последнее время люди стали более внимательно относиться к своему здоровью. Но остаются и те, кто пренебрегает правилами защиты и отказывается от ношения защитных масок в общественных местах. Для таких граждан предусмотрено составление протоколов об административных правонарушениях и штраф в размере от 1000 до 30 тысяч рублей.